Смоканием берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белильца, сделала сметанный замес, взяла синильца. Ты видишь, синильца пробиваются всюду, они как каркас картины. То есть, это цвет белого в тени, солнечный день, белый в тени, синиль, сиреневик. Полностью избавиться от белого холста, полностью, полностью, полностью избавиться от этой сметаны. Потом возьмешь тряпочку, сделаешь из тряпочки фигушку, вот такую. Вот такую, плотненькую. И распределишь красочку по холсту. То, что ты положишь с некоторой сметанностью, распределишь по холсту. Часть в тряпку идет, но основная часть краски останется на полсте. Вот эта часть нас очень интересует. Когда ты это наберешь, вот скажем, внизу тоже наберешь. И потом мастихину. И ладно, я лучше потом, давай сначала совершил вот это, а то сначала с большого мешать. Значит, красочки, если что, будешь поддавливать. Там белила, все есть. Коричневый, синий. И ты получаешь вот этот цвет, который внизу по набросу. Вот такими ляпами островочными, ты видишь, островочно ложится, создашь идею множество. То много темноты, то меньше. Создашь эту идею множество. Не бойся вот этих нахлобучек краски. Не бойся их. Создашь, создашь. Мастихинчиком. Сверху по вот этому, которое у тебя будет занимать примерно. Вот такую область. Немножечко деревцов. Сначала царапками. Не сразу густотой краски темной. А сначала царапочками вот такими. Создашь идею. Не вот такими царапками, не вот такими. А, смотри, ребрышками. И они даже круглятся, правда? Смотри, уже вон березки стоят. Но потом черноты накидаем. Мастихином выберешь идею домиков. И комплексов домиков. И отдельно стоящих. И отдельно стоящих. И дополнишь их уже более густыми мазочками. Может быть даже немножко с сиреневизной. Плюс к синему розовиночку. И плотненько, но раздавлено, поукрываешь снежочком. Прикольно? Храм, который вдали. Тоже коричневизна синева. Ну, хочешь, чтобы немножко изменить, можешь здесь в процессе другую конфигурацию. Ну, поскольку точности тебе не хватит, поэтому ты в любом случае уже другую конфигурацию задашь. Если хочешь, храм можно переставить чуть-чуть на другое место. Ну, скажем, вот сюда, внутрь массива. Внутрь массива. То есть он там на краю, а ты внутрь можешь загнать его. Как будто бы ты то же самое пишешь с другой позиции. И вот будет вот здесь храм. Хорошо? А там дальше, можно даже, чтобы уже точно никто никогда не узнал эту картинку. А там дальше, на краю массива, поставить еще один храм. Хорошо? Например, мастихином маленьким, это ты будешь большим мастихином делать, ты вдали создашь идею вот этих, бледноватых, синеватых, иногда сиреневатых, островочков с содержанием. Накидаешь, 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 чтобы потом, краски у нас там мало, много ее тоже не нагнетаешь, достаточно суховато, чтобы потом взять белило, может быть, чуть-чуть розовил, и чтобы потом буквально вогнать туда снег. Вогнала, раздавила, именно раздавила. Это снег или локар? Снег. А, это снег. Вогнала. Смотри, и зигзагами вогнала, и зигзагами вогнала. Раздавила. Раздавила. Красиво. В небе все тоже. Синечку плюс красниночку. Легкую теплоту. Если там розовиночка, то здесь красниночка. И тоже раздавлено, вот так раздавлено уложишь, дай. Раздавливая. У тебя даже получится содержание в небе. Стихийное содержание. Ладно? Давай так. Хорошо. Чуть-чуть без этих полос. Успокоить. Смотри, успокоить. Успокоить. На. Какие тоже. Так, пилил. Что-то у тебя не хватает. Полиночка, можно туда пилил? Забросить. И сюда можно подбросить. Только ты немножко не досадила этих островочков. Вот эта густота здесь не нужна. И вообще смотрим. Смотри, она выше середины. Выше. Не ниже. Выше середины. Давай ее туда посадим. А то у нас слишком прижмется низ. Я, видишь, и красный стал задействовать. Чуть поднимем. Хорошо, тут геометричность указала. Там есть звуки подлиннее и покороче. Надо их тоже показать именно так. Смотри, есть звуки подлиннее. На крышах. Целая какая-то большая крыша переднего плана. Согласны, да? Есть покороче. И вот эти странные разбилы. То есть, вот мы, допустим, добыли кусок крыши. Вот мы в него вкладываем вещество краски. Вот под ним теневая. То есть, уже можно отдельные фрагменты прорисовывать. Вот лоскуточки. Этих самых снежных каких-то... моментов, которые можно вот так придавливать. Накидал-накидал, а потом придавил. А какие-то лоскуточки не будем придавливать. Так и останутся вот такими выраженными. Часть придавим, часть оставим выраженными. Потом еще и кистью чуть-чуть дополним. Белила между вот этими темнотами заложить так, чтобы они звучали сиятельно и раздавленно. Сиятельно от раздавленности. А для того, чтобы они так прозвучали, там не должно быть много краски. Когда ты будешь теневую, вот эту вот теневую историю подбрасывать, там не должно быть много краски. Вот такое раздавленное, расштрихованное, оно позволит с собой так обходиться. Вот этот дальничек. Накидала-накидала. Даже, может быть, вот так подзбрила. Потом подзбрила. Краску подраздавила, подзбрила. И тогда между ними белила сядут, не пачкаясь. Если там не будет много краски. Сядут, не пачкаюсь. Ладно? Храм. Сначала сделай вот такой мутный мутный остов. Вычерти его внятно. Вычерти его внятно. И потом в это вычерченное занесешь густую краску и дополнишь снова очерченностью. Ладно? Угу. То есть густую краску белил. Или, если хватит рисовательных способностей, может хватить вполне. Заложила. 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 Прочертила. Бледнятину вот такую. Хорошо? Давай. Делай все домиками. И здесь маленькая церковь. Можно. Можно. А это вообще то есть мне вот это все можно. Потому что как-то я так понимаю ты занималась практически только этим местом, да? Нет. Я это делала. А нет. Рисовала. Откуда здесь не синий? Смотри. Они синий, а вокруг не синий. А у тебя? Они не синий, вокруг не синий. Непонятно. Такие глухие места есть темные, да? Целые собранные в вереницу. Есть такое? Вот черный это синий и коричневый. Синий, коричневый. Да. Мы с тобой изначально взяли его за основу. За домами тоже довольно цельное темность. Ну а что? А что делать? Оно же у тебя никак не могло быть выраженным. А я так думала что че это ? Смотри, сам чертеж этих домов довольно удобно делается. Хорошо, что он такой подобный. Смотри, появились внятный свет и тень. Вместо коричневого можно было чуть-чуть добавить. Снег должен быть принципиально другого цвета, чем все остальное, что там окружается. То есть имея хоть что-то более-менее прописанное, мы довольно легко пристраиваем непрописанности и они начинают звучать. Все эти непрописанности начинают звучать после того, как появляется что-то внятно прописанное. Да? Угу. 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 опять же комбинация синих и белых, синие это теневые белого мне кажется, я судила глаза, и в кого я не прорисовываю ну, внятный становится как-то, как рисунок, то есть более внятный, чем вы хотите почему? не, не внятный ну где же он более, сколько там всего прорисовано, у нас только вот этот звук немножко нужно дать вот этих, смотри, коричневых разбелов нет, все, больше нет, коричневых разбелов, деревцов, торчащих и немножко заснеженных есть такой там ритм, да? да, я думала это в конце можно и в конце, но поскольку нам еще предстоит рисунок уточнять, чтобы потом его весь не поперерубить чуть-чуть можно понасоздать вот этих звуков деревьев маленькие какие-то домишки дальнего плана и тоже с освещенностями ну, особенно когда белый появится на палету где-то с ярким звуком, где-то с неярким звуком, где-то с подрезкой темного чуть-чуть с подрезкой темного да? такие коробочки чем дальше в перспективку, тем они будут все мельче те, которые ближе к нам будут покрупнее стволики снова напоминаю как мы должны сделать прежде чем дополнить их темнотой хорошо? часть из них может так и останется светлым, потому что красота кругло дальним синюшкам можно чуть-чуть розовюшки чуть-чуть с розовиночкой хорошо? если я запланировала островок белого подбрила краску чтобы снег лег сиятельно ладно? а вот это надо как-то надо то, чтобы приедем остатки да? и сюда можно можно с розовинкой чуть-чуть тоже белизной можно вот так чуть-чуть добывать содержание прикольно? это у нас получается вот земля вот это все земля вот отсюда начинается особенно вдали особенно вдали берем и голубой добываем который был из подкладки хорошо? ну а здесь немножко потом светлее небо все-таки давай спасибо большое хотя конечно лучше чтобы он был бы таким но по-своему тоже ничего так себе давай немножко все-таки достанем там дай пусть в этом углу уходит но что-то читает читается пусть так оно как будто море получилось за снегом только у нас такое море не может быть с такими крышами и среди русской полосы смотри вот там количество тычков резко увеличивается потому что потому что дробится деревенька дальняя дальний план деревеньки очень очень конечно и это не это как на не 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 это все и оно не на Дробиться, да, вот это вот место? Смотри, пошло-пошло-пошло-пошло туда. Можно и кистью дополнить. В том числе вот этими синенькими крышами. И сарайчиков тоже мелких. Так, а где мы с тобой хотели храм посадить? Где-нибудь, далеко, там вообще будет какой-нибудь. Нет, там мы уже не увидим, а вот хотя бы где-то здесь тогда. Это может быть не храма, а намек. Вот. 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 Вот, вот. Вот чернявый. Вот. Какие некрасивые. Ай-яй-яй-яй, что-то я на них не посмотрел. Ну смотри. Почему ж только вот так? Смотри. Что ж такое неистовство? Вот, смотри. А ну, попробуй ты. Что-то я как-то, у меня все больше вверх. Ну, нормально. Так. Нормально. Потому что вот это линии от края до края. Посмотри. Шершавенькость линии. Шершавенькость. Коряжистость. Правда? Смотри. Коряжистость. Прикольно так? Значит, чуть-чуть дотрогаешь и сюда, к ним. Может быть, даже это все-таки в основном светлым оставить. Может, чуть-чуть вот, как у березок бывает. А здесь, допустим, чернота в полную силу. Вытягивательно. То есть, вытягивая. Смотри, я заострил кисть. Взял на кончик темно. Но мало. И вытягиваю. Оно? Вытягиваю. Прямо вытягиваю. Почти пустая кисть. Скорее, даже просто следок, вытянутый из темного пятна линии. Или у основания более мощно, коряжисто, оставляя и белый след. Смотри. То ли снег, то ли изморозь, то ли свет на стволе. Хорошо? Мы хотели еще вот эти рыженькие маленькие. Какие рыженькие? И потом они замазались. А, ну ладно. Мы их сделаем тогда кистью. Веерные кисти. Смотри, возьмем разбил коричневого. И чуть-чуть. Вот таких действий подложим. Лежачие. Обязательно лежачие к холсту кисти. Ой, смотри, какие хорошие. Давай. Ну и, в общем-то, смотри, красота. Ну, небо, если можешь, немножко все-таки слишком много пластилина краски. Ага. И слишком мало результата. Думаете, еще синего, да? Наоборот. А белого? Нет. Мы с тобой клали разбил красноты. Но ты забыла, естественно. Нет, я помню это. Ну, там же им не пахло. Не пахло. Что-то такое. Только я сейчас коричневый задействовал. А лучше с краснотой. Отделить все-таки небо. Смотри. Давай так. Чуть-чуть с краснотой. Только создать сначала условия. Зачистить. Зачистить. Создать условия. Затереть тряпкой. И уже чистенько. С красниночкой. Спасибо. Спасибо.